МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях Ставропольского края расскажут корреспонденты своего ТВ и я, Илья Захаров. И в начале выпуска коротко о ключевых темах. Игровыми дам спорта и легкой атлетики на Ставрополье быть. Уже к началу апреля в краевой столице откроют сразу два новых крупных спортивных объекта. Одно из первых их оценила Кира Рогожина. По такой, с позволения сказать, дороги жители Найденовки каждый день вынуждены ходить и ездить на работу. Наш репортаж из Изобильнинского городского округа. Чем дальше в лес, тем больше гранат. Пациент одного из санаториев на КМВ нашел сумку с боеприпасами. А теперь подробнее. Сразу два новых крупных объекта откроются в Ставрополе в начале апреля. Легкоатлетический манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена-Юг» для игровых видов спорта. Их готовность проверил губернатор края Владимир Владимиров. Одной из первых оценила спортивные площадки Кира Рогожина. Здесь по периметру раздевалки шириной 60 сантиметров. Они железные ящички, шкафчики, как деревянные. На заказ будем делать. Уже заказали. Если театр начинается с вешалки, то спорткомплекс с раздевалок. Здесь они не уступают тем, что в ведущих аренах страны. По отделке точно. Оборудование тоже обещают соответствующее. Его еще закупают. Игровой зал отвечает всем стандартам. Размер поля 20 на 40 метров. Оно предназначено для гандбола, валибола, баскетбола и мини-футбола. Кроме того, площадка позволит проводить в краевой столице крупные матчи. Сейчас ставропольские спортсмены вынуждены ездить на игры в Невиномыск, Буденновск и за пределы края. Тренироваться на этой базе будут как мужские, так и женские команды. Много лет не было. Спортивные объекты не строились. За последние 3-4 года очень много строится объектов не только в Ставрополе, но и в крае. И что самое радующее, что в городе появляются эти объекты. Потому что наш город молодеет, наш город молодой. У нас студент, там нужно где-то заниматься, применять свое умение, свой досуг проводить. Всего площадь ФОКа более 3000 квадратных метров. Здание трехэтажное. На втором этаже разместят административный корпус и кафетерий. На третьем тренажерный, танцевальный и зал для фитнеса. Здесь спорт в прямом смысле слова доступен каждому. Объекты полностью подготовлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных установлены пандусы. Если возникают проблемы со входом, есть кнопка вызова помощи. Для плохо видящих яркие таблички со шрифтом Брайли или специальные указатели с тактильными символами. На дверях специальные наклейки, чтобы люди не ударились об стекло. Такие же таблички и указатели внутри. На полу специальные тактильные покрытия для колясочников. Для них же лифты. А это уже легкоатлетический манешен. Предназначен для проведения учебных и тренировочных занятий. На основной арене будут расположены круговая беговая дорожка, прямые дорожки для спринтерского бега и бега с барьерами. Также выделены сектора для прыжков в высоту, прыжков в длину, прыжков в шестом, сектора для толкания ядра, метания молота и диска в сетку. В ходе осмотра глава края подчеркнул, что объекты должны работать не только на спорт высоких достижений, но и быть доступными для детей. На объектах остается закончить отделку и благоустроить территорию. Это теперь должно превратиться в сквер, вот такой спортивный, чтобы было освещение, были лавочки. Сейчас надо получается детскую площадку сажать, вот прямо сюда, вот этот забор я бы снес и сделал бы двойную парковку. Вести в эксплуатацию спортивные комплексы планируют в начале апреля. Первые же тренировки стартуют с мая. Задумались о том, что пора начинать заниматься спортом Кира Рогожина и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Но до новеньких спортивных объектов еще нужно добраться, что не всегда легко. В селе Найденовка, что в Изобильнинском округе, жители улицы Подгорной отрезаны от всего мира. Дороги у них нет, зато вместо нее километры грязи. В дождь машинам въезд туда закрыт, иначе рискуют застрять. Жамиля Ибрагимова попробовала добраться к жильцам. Приехал мусоровоз, не может выехать. Дорога такая у нас невозможная. Посмотрите, что делается. Приехал за мусором, но вместо этого вывозить пришлось его самого. Габаритный мусоровоз неожиданно стал заложником. Не смог выбраться из грязевой рытвины. Из плена его уже вызволяет трактор. Когда нам дорогу сделаете, господи, посмотрите, что творится. Дороги на улице Подгорной нет. Давно после каждого дождя здесь образуются такие непроходимые грязевые горы. Если по такому месиву застревают тяжеловесные машины, то что уж говорить о легковых автомобилях. И все это в 7 километрах от районного центра и в 30 от краевого. Вот так вот, по такой грязи жители села в 21 веке ходят на работу. Хорошо, если дойдут. А ведь могут и застрять. Супруги Андрей и Татьяна незрячие. Ходить по этим рытвинам для них не просто сложно. Экстремально. Никогда не знают, в какую яму угодят сегодня. После каждого похода одежду можно смело отправлять в стирку. Часто бывает такое. Домашину идешь на маршрутку на остановке. По скальнувся, упал. Надо идти домой разворачиваться, одеваться. Чтобы дойти до работы чисто, местные жители обходят эту дорогу по полю. Альтернатива, конечно, не самая замечательная. Местность здесь холмистая, не очень удобная. Но это все равно лучше, чем по грязи. Найденовцы с испугом поглядывают на прогноз погоды. Боятся осадков. Они знают, если дождь и снег, то они окажутся в заточении. Таксисты, скорая, почтальоны не заглянут, пока не подсохнет. Но страшно не это. Если погоды нет, то к ним не проедет водовоз. А надежда только на него. Жители этой улицы живут без центрального водопровода. А воду вот нам завозят как. В бассейн сливают вот эти два куба воды. И вот этим мы и живем. Когда погода нет. А погода, если грязь, они уже к нам не заедут. Последний раз водовоз заезжал сюда два месяца назад. Вся надежда на запасы в колодцах. Но иногда доходит до такого. Что, дождевую воду пьете? Дождевую воду пьем. Вон еще одна бочка стоит у меня с водой. Так ведрами набираю и таскаю в бассейн. Потому что пить негде. Воду негде брать. Дорогу каждый раз посыпают песчаногравийной смесью, ровняют грейдером. Но дожди сводят эту работу на нет. Уже в этом году местные власти обещают сделать так, чтобы после ремонта дорога точно не уплыла. Улица Подгорная стоит в плане работ. Поэтому мы отпрофилируем ее, отгрейдируем. С каждым годом у нас технологии усовершенствуются. И с развитием нашего муниципального предприятия у нас будет не просто грейдер, но мы еще приобретаем каток. Поэтому дороги будут делаться качественнее. Когда же к найденовцам придет вода, местные власти пока затрудняются ответить. Но жители говорят, хорошо, если будет дорога. Так хотя бы водовоз сможет к ним добраться. И на том спасибо. Ну а в грязевых Рытвинах едва не застряли Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Сезон большой воды без потерь. Эффективная обратная связь с властью и повышение коммунальных тарифов в этом году. Это основные темы заседания, которое прошло в правительстве края. О том, как собираются решать актуальные для Ставрополья проблемы, расскажет Ирина Ивановская. Чтобы предстоящий весенний-летний поводок в крае стал максимально безобидным, в регионе на протяжении пяти лет системно ведется работа по защите от подтоплений. В решение проблемы с большой водой было вложено более двух миллиардов рублей. 18 километров сделано берегу укреплений, 40 километров расчищено рек, русел рек. Эта работа будет продолжаться. Сегодня мы очень плотно работаем по бесхозяйным гидротехническим сооружениям. Провели их полную инвентаризацию. Сегодня мы четко можем сказать, что их количество уменьшилось в три раза. В этом году противопаводковые мероприятия продолжат. Уже сейчас все территории Ставрополья получили паспорта готовности к сезону. Сделан и общекраевой документ. В 2018 власти определили зоны возможного подтопления по всему краю. До 1 октября планируют добиться законодательного запрета на любое жилищное строительство в их границах. Следующий вопрос о росте тарифов за коммуналку. Обычно их индексируют раз в год. Однако в 2019 их пересмотрят в два этапа. С 1 января из-за увеличения НДС и традиционно с 1 июля. В среднем тарифы по краю вырастут в этом году на 3,7%. С 1 января для городского населения тариф составит 4,55 рубля. Для населения, проживающих в домах с электроплитами сельской местности 3,19 рубля. С июля 2019 года для городского населения тариф составит 4,63. Для населения, проживающих в домах с электроплитами сельского населения 3,24. С 1 июля для населения, использующих газ тока для приготовления пищи и нагрева воды, цена составит 5,89 рубля. С июля для аналогичных категорий граждан тариф составит 5,97, 5,93 соответственно. Плата за тепло в среднем по краю вырастет на 2,4% за холодную воду и водоотведение на 3,2% соответственно в зависимости от территории. Между тем, тариф за железнодорожные перевозки в 2019 снизился до 2,70 рубля за километр. При этом поток пассажиров вырос, а значит, подытожил глава края, пора снижать дотации, которые компенсируются ЖД-перевозчикам из бюджета. Еще одна тема заседания – обращение граждан. Ставропольцы стали чаще адресовать свои вопросы губернатору и правительству края. В прошлом году таких запросов насчитали почти 22,5 тысячи. Лидируют традиционные темы благоустройства, водоснабжения, вывоза мусора, ремонта дорог. Кстати, обращений в электронном формате стало больше. Это инстаграм. Люди пишут, потому что это худшая дорога. Вот мы сейчас внутри Курскую сделаем дорогу, в следующий Дедемкин пойдем. Я очень прошу, на это обращайте внимание. У нас проблем много. И на самом деле мы для Таевой работаем, чтобы их решать. Но у людей, где особенно горит, мы должны помогать. Помогает выявлять проблемы и система инцидент-менеджмент. Край стал первым регионом в СКФО, где она заработала. В пяти социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, в Одноклассниках идет постоянный мониторинг негативных сообщений, отзывов жителей края. И в течение 24 часов представители власти, муниципальные, краевой, обязаны отреагировать и дать ответ. Такая оперативность и внимание к проблемам, указанным жителями, приносит обоюдные положительные результаты. Система внедряется по рекомендации администрации президента, а опыт края федералы отметили как один из лучших в стране. Ирина Ивановская, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Между тем, стало известно о реакции правительства и губернатора Ставропольского края на информацию о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя правительства Ирины Кувалдиной. Материалы проверки, проводимые в настоящее время в ее отношении, будут переданы правительством в правоохранительные органы. По поручению губернатора Ставропольского края, еще три недели назад была начата проверка в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной. Она пока не завершена. Вместе с тем, с учетом появления информации о возбуждении дела в отношении Ирины Кувалдиной, глава региона поручил передать в правоохранительные органы все полученные в ходе проверки предварительные материалы. Правительство края намерено оказывать всестороннее содействие расследованию. Дальнейшие решения в отношении зампреда краевого правительства будут приниматься после появления выводов следствия. Продолжаем выпуск. Подозрительную сумку обнаружил пациент одного из санаториев в поселке Иноземцево во время прогулки. Сознательный гражданин сразу сообщил об этом в полицию. Специалисты ОМОНа обследовали находку и выяснили, что внутри находятся гранаты, пистолеты и патроны. Силовики обезвредили боеприпасы, после чего передали в полицию на экспертизу. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН идентифицировали 8 гранат, пистолет Макарова, тротиловую шашку, ручную дымовую гранату и более 300 патронов. Часть взрывоопасных предметов, непригодных для транспортировки, саперы уничтожили на месте. Остальные были переданы сотрудникам полиции для проведения дальнейшей экспертизы. А вот житель Степновского района оказался не таким сознательным и теперь может сесть в тюрьму на 4 года. На окраине села с помощью металлоискателя мужчина в разное время нашел и присвоил боеприпасы времен Великой Отечественной. Все оружие изъяли полицейские. Экспертиза показала, что из всего этого арсенала только патроны, пригодные для стрельбы. Остальное сильно проржавело. Тем не менее, сбежать от разбирательства не удастся. Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия. Еще больше происшествий в нашей оперативной сводке. Все проверят. В интернете опубликовали кадры, на которых мужчина, представившийся Ставропольским судьей, выясняет отношения с сотрудниками ДПС. Как сообщили в пресс-службе Краевого следкома, сотрудники ведомства начали проверку еще до появления видео в соцсетях. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям участников. Одно колесо от «Газели» и трое пострадавших в Новоалександровском городском округе произошло ДТП. По версии сотрудников ГИБДД, на трассе у грузовика оторвалось левое заднее колесо и отскочило навстречу другой «Газели». Ее водитель попытался увернуться и выехал навстречу, но это стало роковой ошибкой. Там он столкнулся с «Тойотой». В результате ДТП в больницу с серьезными травмами доставлены водитель и два пассажира легковушки, в том числе 9-летний ребенок. Ремень безопасности спас его от гибели. Неудачное начало. 18-летний парень из Кировского городского округа надеялся скрыться от полицейских. Ночью он ехал на скутере по полю. Но этим только привлек внимание сотрудников. Оказалось, прав у молодого человека нет и не было. Возможно, юноша был пьян. Но подтвердить это или опровергнуть парень не захотел. Отказался от медосвидетельствования. Теперь он либо оплатит крупный штраф, либо сядет на 15 суток. Пришел час расплаты. 30-летний житель из Обильнинского городского округа предстанет перед судом за свои преступления. Еще в 2008 году из-за пустяка он зарезал молодого человека около ресторана и убежал. Все эти годы он скрывался от следствия. Но справедливость восторжествовала. Беглеца нашли в Карачаево-Черкесии. Вскоре его судьбу решит суд. Вы смотрите информационную программу «День». Оставайтесь с нами и вот о чем узнаете в ближайшее время. Захламленный подвал и подъезды без надлежащего ремонта. Почему в пятиэтажке на Черняховского 8 сложилась такая ситуация, расскажет Яна Лукошкина. Пенсия маленькая. На лекарства все уходят деньги. Газовое отопление не по карману, на дрова денег тоже не хватает. Кто помог пенсионеру из Курского района? Работайте кулачком, все время пока наполняется. Пол-литра, которые могут спасти чью-то жизнь. Сколько жителей Михайловска сдали кровь в день донора? Подъезды с незаконченным ремонтом, погнутые светильники и захламленные подвалы. Так теперь выглядит многоэтажка на Черняховского 8 в краевом центре. Управляющая компания обслуживала дом спустя рукава, а два месяца назад и вовсе прекратила работу. Что теперь делать жильцам? Вместе с инспекцией жилнадзора выясняла Яна Лукошкина. Весь этот ремонт – дело рук управляющей компании, которая обслуживала дом. Будь то руководство с девизом «И так сойдет», они кое-как покрасили стены, оставили торчащими оголенные провода и погнутые светильники. В соседнем подъезде та же история. Заменили старые почтовые ящики на новые, а привести стены в порядок, видимо, забыли. Новые установили, а последствия не установили. То есть следы краски, разрушение отделочного слоя. Но если раньше управляющая компания делала хоть что-то, теперь она и вовсе прекратила обслуживать дом. У жильцов опускаются руки. Довести ремонт до ума им самим не под силу. Платежки вообще никакие не выписываются. Ничего не делается. Абсолютно ничего не делается. А вы пытались как-то связаться? Да, пытались связаться. На прием, на личный прием не принимают, отказывают в приеме. Обращались в прокуратуру, обращались в управление по жилищному надзору. Там выписывают предписания, штрафуют. Ну и все, все на месте. Ничего не изменяется. Но обещали сделать подъезд до ремонта. Ничего не сделали. Только одни обещания. В подвалах этого дома тихий ужас. Горы хлама, строительные отходы и старая мебель. Это недостаточное крепление трубопроводов. Мы сейчас, если повернемся, увидим, что трубопровод уже провисает. Что, в принципе, может ухудшить его работу, в конечном итоге привести к аварии. Управляющей компанией уже выносили предписание, по которому она должна была устранить все нарушения. С проверкой в дом приехали сотрудники инспекции жилнадзора. Выводы сделали неутешительные. Из 14 нарушений, которых были указаны в предписании, мы установили, что ни одно из них не устранено. Ни один из документов не предоставлен в адрес управляющей компании, подтверждающий, в том числе, по какой причине управляющая компания не смогла устранить данные нарушения. Также, несмотря на надлежащее уведомление, представители управляющей компании воспользовались своим правом и также не присутствовали при сегодняшней проверке. Нам удалось связаться с представителями управляющей компании. И вот, что они рассказали. Сегодня на объекте, который вы обслуживаете, на Черняховского, 8, приезжали сотрудники жилнадзора. Очень много жалоб от жильцов. Никого из ваших сотрудников не было. Вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию? Мы как бы не обслуживаем этот дом с 1 февраля. Нам утверждают, что до 1 апреля вы являетесь обслуживающей компанией еще. Дело в том, что мы передали все документы, подписали акт приема передачи документов с новой управляющей компанией. У нас даже нет документов, на основании которых мы будем осуществлять управление данным домом. Однако эти акты по закону не освобождают организацию от выполнения своих обязанностей. Ровно до тех пор, пока сведения о доме не исключат из реестра. А это дело еще в рассмотрении. В рамках требований закона именно на сегодняшний день продолжает управлять управляющая компания, которая была избрана ранее. То есть никто не снимает полномочий. Согласно жилищного кодекса, то есть управляющая компания до внесения изменений в реестр путем исключения из него многоквартирного дома, то есть управляющая компания в рамках договора управления заключенного ранее, обязана исполнять все требования и все условия те, которые у них по договору управления. Поэтому здесь именно уклонение управляющей организации от исполнения фиксируется инспекторам, выдается предписание, составляются протоколы наказания. Бороться с этой организацией жильцы устали. Они уже выбрали новую управляющую компанию. Надеются, что она приступит к работе уже в апреле. Ну а дом на Черняховского 8 проинспектировали Яна Лукошкина и Николай Попов в Ставропольское телевидение. У героя нашего следующего сюжета из поселка Агабатыр нет проблем с управляющей компанией. А вот газовое отопление совсем не по карману. 14 тысяч в месяц пенсии на двоих. Вот и весь семейный бюджет. Пенсионер просил помочь купить дрова у местной администрации. Но, как оказалось, и на такую мелочь ни денег, ни возможностей у сельсовета не было. Тему продолжит Олег Исаев. Газ я никак не могу провести. Потому что газа деньги нужны. А у меня пенсия маленькая. На лекарства все уходят деньги. Никак нельзя. Правда ли? Станислав Иванович пенсионер. Живет вдвоем с супругой в стареньком доме с печным отоплением. В последнее время нешуточно подворит здоровье. В день съемок наш герой спешил к врачу, который должен был назначить операцию. А это вновь расходы. И без того скудного семейного бюджета. Но вернемся к сути сюжета. Машина дров, по словам Станислава Ивановича, здесь стоит 7 тысяч рублей. В преддверии зимы ситуация безвыходная. Станислав Иванович, скажите, пожалуйста, а вот до прямой линии губернатора вы к местной власти обращались, к местному главе? Ну, честно говоря, иногда они говорят, у нас ресурсов нет. У нас нет возможности. У нас денег нет. К слову, валежника и сушняка по окраинам дорог, пока мы ехали в Агабатыр, видели в избытке. Но его же нужно собрать, найти машину, привезти к пенсионеру. Легче сказать, что нет возможности или кивнуть на кого-то еще. Обидно то, что Станислав Иванович проработал столько лет в АТП. Сейчас это ООО «Меркурий». И организация существует, но забыла про своих пенсионеров, которые столько лет отдали свое здоровье на предприятии. От безысходности пенсионер решил постучаться в самую большую дверь. В газете «Тепном маяке» прочитал, что это губернатор, можно обратиться по телефону в прямой линии. Когда к губернатору обратился, сразу что-то нашли, сразу что-то сделали. Дрова пенсионеру, как пообещал глава администрации, будут привозить их впредь. Для этого будут искать спонсоров среди местных предпринимателей, изыскивать свои резервы. Только почему же у нас, для того, чтобы помочь малоимущим и пенсионерам, местной власти так нужен тот самый волшебный посыл сверху? 21 марта в 19.00 в эфире Краевого канала «Свое ТВ» очередная прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Все контакты для обращения на сайте stv24.tv. Олег Исаев, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Стать донором, чтобы спасти чью-то жизнь. На такое способен только человек с большой буквы. Акции по сдаче крови в крае проходят постоянно. Очередной день донора прошел в Михайловске. Ирина Ивановская побывала на передвижной станции и узнала свою группу крови. Работайте кулачком, все время, пока наполняется. Примерно 7 минут проводит донор в медицинском кресле, пока наполняется специальный контейнер. За это время доброволец отдает почти пол-литра крови, которая поможет спасти жизнь другого человека. Максиму это известно наверняка. Однажды после аварии переливание крови потребовалось и ему. Сам был в таких ситуациях, когда была необходима кровь. Поэтому считаю, что нужно помогать остальным. Впрочем, сдавать кровь мужчина начал еще до ДТП. Его дед носил звание почетного донора, к которому теперь стремится и Максим. А Юлия сейчас в декрете. Донором стала второй раз в жизни. У меня вторая отрицательная. Я думаю, это редкая группа крови. И я решила, что надо мою кровь сдавать. Вдруг кому-то она понадобится, кому-то спасет жизнь. Вместе с Максимом и Юлей кровь сдавали еще полсотни человек в специальной передвижной станции. Ее график, выездов по краю, расписан на год вперед. Бригада станции никогда не остается без работы. В этот раз мобильный пункт расположился в Михайловске, рядом со Шпаковской районной поликлиникой. В Михайловске второй раз. Были мы в начале года, 10 января. И вот сейчас вот второй раз. А по краю, ну, каждый день на выезде. Каждый день. Сдать кровь может любой здоровый гражданин старше 18 лет, тяжелее 50 килограммов, без противопоказаний к донорству. Перед процедурой осмотр терапевтом, оформление документов и предварительное лабораторное исследование. Сама процедура по забору крови быстрая и простая. Как говорится в советском мультике, раз и все. Накладываем жгутик, обрабатываем операционное поле, вводим углу и, ну, соответственно, набираем пробирки. Потом снимаем мешочек, запаиваем и все, процедура окончена. Пробирки набираются для того, чтобы проверить кровь на различные инфекции. Донорам-новичкам прямо на месте предлагают услугу. Если вы впервые пришли сдать кровь, но не знаете ее группу, то сделать это можно прямо на передвижной станции по переливанию крови. Достаточно сдать кровь из пальца. Группу скажут сразу же, а вот резус-фактор станет известен после исследований. Кстати, всего за несколько часов работы передвижную станцию посетили больше 50 человек. Они сдали около 20 литров крови. Каждому донору положены льготы и выплаты. Мы даем им справку на два дня от гула, от работы или от учебы. В течение года они могут использовать эту справку. Даем им денежное возмещение, там в размере 460 рублей. Вот сок, минеральная вода. Благодаря донорам запасы крови на Ставропольской станции пополняются постоянно, чтобы в любой ситуации обеспечить ее нужное количество пациентам. С пользой для дела со Ставропольскими донорами и врачами общались Ирина Ивановская и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Цифровая экономика, биометрия в банках и интернет для всех. В Ставропольском филиале одного из крупнейших российских операторов связи подвели итоги минувшего года и поделились планами на будущее. Алексей Форсиков вспомнил свое связистское прошлое. «Мы не просто оператор связи. Мы проводники в современный цифровой мир», подчеркивает руководитель Ставропольского филиала Ростелекома Роман Завязкин. Одним из важных итогов минувшего года он назвал то, как компания завершает проект по устранению цифрового неравенства в Ставропольском крае. К быстрому интернету осталось подключить 22 населенных пункта из 136. Кроме этого, Ростелеком подключил к интернету 252 больницы и поликлиники в регионе. Мы проложили волокно, реализуя эту часть государственной программы. И уже сейчас, насколько мне известно, на вот эту инфраструктуру, созданную связистами, накладываются сервисы по линии медицины, когда люди в удаленных населенных пунктах, например, смогут мерить давление, информация о котором будут поступать в краевой центр, в краевые больницы. В планах компании на будущее – развитие еще более высокотехнологичных сервисов. В первую очередь речь идет о кибербезопасности для бизнеса. От облачных хранилищ до комплексных решений по защите информационной инфраструктуры компаний и систем умного дома для частных лиц. А еще амбициозный проект по развитию биометрических технологий для банков. Когда провести платеж, можно будет без карты или визита в банк. Хватит просто смартфона с хорошей камерой. Ростелеком развивается сам и развивает своих клиентов, предлагая современные цифровые решения для людей, бизнеса и государства. Алексей Форсиков, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. Бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин снова в топе новостей. Основатель группы «Ласковый май», шоумен и политик Андрей Разин на своей странице в соцсети поделился информацией о деятельности Дмитрия Сергеевича на европейской политической арене. По его словам, экс-глава города зарегистрировал в Германии партию любви и намерен представлять ее на выборах в Европарламент в мае этого года. Вот официальный сайт партии любви. Есть у него и русскоязычная версия. В руководстве движения действительно значится Дмитрий Кузьмин. Напомню, он был мэром Ставрополя с 2003 по 2007 годы. Позже, находясь под следствием, Кузьмин выехал за рубеж, несмотря на требования российских правоохранительных органов, в его экстрадиции было отказано. Еще больше новостей региона на сайте stv24.tv, а также в наших дальнейших выпусках. А у меня на этом пока все. До встречи. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!